всем здравствуйте с вами на связи линии я приветствую вас на своем канале хочу сегодня начать благодарности хочу поблагодарить вас за ваши донаты мне очень приятно к сожалению по ему огромному они анонимные я не могу поблагодарить вас по имени но мне мне очень приятно я вам признательна и благодарна также я хочу поблагодарить вас за ваши комментарии за ваше терпение за то что я неоднократно говорила что я работаю с энергиями я не читаю расклад от ума а именно через состояние и для меня всегда важно то состояние в котором я передаю вам информацию и это как раз таки о том что и не то что я не постоянно я как человек очень дисциплинированно по своей натуре и мне бы тоже хотелось чтобы расклады выходили так как я и предполагаю только раз в неделю но в силу того что сейчас просто период такой весь декабрь у меня будет когда я провожу свои энергетические чистки вот я не всегда нахожусь в ресурсном состоянии либо если я нахожусь ресурсном состоянии мне нужно эту экономию эту энергию беречь и я не нахожусь в том состоянии чтобы обещать чтобы записывать расклады потому что у меня на это уходит много энергии еще расскажу не работаю с энергиями я работаю состоянием а поскольку мы так или иначе взаимодействуем не с продуктами других людей а именно состоянием мастера так мы выбираем себя партнеров так мы выбираем себе друзей то есть как мы себя ощущаем рядом с этим человеком да насколько что значит созвучен да либо не созвучен нравится ли не нравится насколько мы себя ощущаем комфортно приятно рядом с тем или иным человек то есть мы так или иначе взаимодействуем с энергии это ответ на то что а почему я иногда пропадает вот если я пропала значит что-то с моими энергиями идет не так вот а поскольку я живой человек у меня бывает постоянные вот эти вот энергетические перепады когда я нахожусь плохом настроении поверьте мне даже не в плохом настроении а наоборот не в том состоянии в котором я могу вам передавать энергию до взаимодействовать с вами поверьте вам лучше не знать почему потому что а один мой взгляд он очень может влиять на вас сильным нагнетающим и так или иначе друг на друга влияем вот и когда я нахожусь не в ресурсе это это очень убийственно если честно вот поэтому я стараюсь и вас оберегать и себя и в таком состоянии не записывать энергии расклады потому что я все-таки хочу быть вам полезной а не кого-то убивать но вот такой вот такое вступление сегодня у нас расклад я не знаю как его назвать до а где его нашла нашла я его на ютюбе у одного коллеги который разговаривает говорит на английском поэтому он не обозначил название этого расклада но мне понравились очень вопросы поэтому я просто назвала их как подсказки на нашем пути у нас будет 7 вопросов вот но я всегда говорю что я не люблю большие расклады то есть расклады которых очень много вопросов делать их на на много позиции вот но сегодня я сделаю исключение у нас с вами будет три позиции так позиции у нас будет вот в таком порядке зелененькие красненькие голубенькие камешек 1 2 и 3 позиция выбирайте пожалуйста смотреть будем таро темного света и на эпическом таро очень скоро я надеюсь например на неделю через две-три придут две новые колоды я с вами их я вас с ними познакомлю вот и мы будем делать новые расклады на новых колодах не забывайте рубрику а таро простым языком если у вас есть вопрос вы будете вы можете скорее всего задавать до либо в комментариях к этим видео либо в разделе сообщества под последним постом с картинкой кара если вы не задаете вопросы я не смогу для вас записывать видео имейте это ввиду вот но мне кажется я все сказала из того что я предполагала прямо просто хотела отметить это ну что поехали отодвигаем эти две позиции сюда подвину колоду и мы с вами приступаем позиция номер один зелененький камешек подсказки на вашем пути так я выложу наверно сразу все карты у нас это будет центральная вот сюда 3 и вот сюда тоже вот так вот выложу 3 и мы с вами посмотрим что нам даст этот расклад понятия не имею но очень-очень просто захотелось и так вот так сделал что место было что вас защищает первая карта что вас защищает мы рассматриваем разрезе моменты здесь сейчас напоминаю и так что касается вашей защиты на данный момент если мы говорим о качестве защиты то она не такая сильная она не такая сильная да она активная но вот хотелось бы как-то ее усилить немножко да если вы занимаетесь энергопрактиками да вот вам вашу защиту до желательно было бы как-то вот влить больше энергии укрепить что ли если мы не говорим о практиках вообще то что у вас защищает на данный момент это ваша коммуникация вы достаточно такой общительный человек вот и вы в этом является ваша сила да так скажем перри перефразируем слово защита на силу также ваша сила связана именно с вашим отношением к жизни и ко всему а именно вы знаете вот ваше любопытство желание что-то узнать да вот именно вот вы идете по жизни да и вам все бывает всегда интересно и это вот вас как будто бы мотивирует а то есть не просто вы движетесь ставите какую-то цель и и достигаете нет а именно детское такое вот открытое состояние души да когда вы очень любознательны вам интересно общаться вам интересно что-то изучать ваша сила это ваш позитив ваша сила это ваша энергия это улыбка это добродушие это желание двигаться вперед и знаете вот у меня картинка такая идет она может быть немножко казаться странно если вы когда-то видели как маленькие щенки друг с другом играют да то есть кажется прям вот именно непосредственно в игре сразу видно да кто лидер да как один щенок может укусить другого не с целью причинить ему боль а именно знаете как будто бы утвердиться проверить проходит это или нет здесь вот какая-то игра это ваше отношение к жизни я не говорю что она поверхностно но она достаточно легкая да то есть вы иногда не всегда но вы иногда понимаете что сейчас лучше не обращать на это внимание да то есть что-то произошло лучше я не буду обращать на это внимание либо вы как-то вот себе объясняете какую-то ситуацию что а эта игра на то есть здесь нужно как-то более легко относиться каким-то ситуациям не принимать близко к сердцу хотя вот именно вот это вот любознательность вот именно желание все попробовать да это может быть даже не только вот на вкус а просто знаете для того чтобы что-то определить в жизни допустим моё не моё подходит не подходит вам достаточно просто попробовать я не говорю о том что допустим вот мы выбираем какую-то работу до профессию вот а я просто попробую если мне понравится ok я дальше буду этим заниматься то есть вот это вот тестирование некой до жизни она является вашей силой дайте еще уточню правильно правильно желание вот ощущение того что ты как будто бы знаете нарабатываете какой-то опыт по жизни поэтому я и сказала некое такое тестирование да ну вот я не съем допустим все яблоки ну хотя бы на чтобы понять какой вкус и вот в дальнейшем попробовав что-то да вы уже четко понимаете как вам дальше действовать куда вам дальше двигаться но сам процесс вот это вот попробование он для вас важен важен почему потому что через это вы нарабатываете опыт жизненный опыт жизненную мудрость да вот какую-то свою здесь еще ощущение опять-таки вернусь к чисткам кто делает чистки да здесь кто-то пробовал соединять возвращать свои части себя то если это не через практику то это вот именно воспоминание себя может быть из прошлого да как то вот какие-то части забирали вот я я не знаю как здесь вам объяснить но здесь вот как будто бы вы себя как пазл собираете либо кто-то интересуется знаете вот занимаетесь самопознанием и вот вам интересно допустим в прошлом в прошлых воплощениях кто я был как кем я была да вот как будто бы вернуть вот эту часть восстановить как будто бы свою память да вот она как будто бы здесь у вас идет все фрагментно а вы как будто бы восстанавливать как вы восстанавливаете через воспоминание я вспоминаю что-то и у меня приходит осознание то есть я теперь понимаю почему я так поступила да потому что вот все пазлы сложились вот здесь вот идет какая-то вот в этом ваша сила вы себя понимаете да когда вы научаете себя понимать вам легче дальше двигаться по жизни вот в этом тоже ваша сила еще в чем ваша сила ваша сила единстве вам знаете вот формат вашей вот это вот игры вот этой легкости да вы когда находитесь в одиночестве в уединении давайте так скажу не в одиночество в уединении вам это не приносит столько удовольствия в контексте чего в контексте того что вы не можете себя проявить то есть вот когда вот вы в обществе когда вы в центре внимания именно в центре внимания это вам нравится где-нибудь мелькнуть своей эрудиции как-то показать допустим свои знания свои навыки свой свой опыт но вы это можете только при взаимодействии с другими людьми причем здесь не с одним человеком мы не говорим о партнерстве а здесь несколько людей либо вам очень нравится быть вот в какой-то вот в команде не то что вы командный игрок я не про это а про то что ваше состояние когда вы находитесь в какой-то команде во имя чего-то большего да не эгоистично только проявлять себя а вот давайте например соберемся все и вот почистим сегодня наш район от пластика да соберем все бутылки дали по какие-то окурки и вот допустим такая идея есть и сорвалось несколько людей вам это нравится то есть вы в этом зажигаетесь да вы загораетесь то есть там я не знаю давайте сегодня спасем там бездомных животных да к примеру то есть вы собираетесь в команду во имя чего-то но вы не являетесь инициатором но при этом вот этот вот процесс опять-таки объединения да во имя вот именно целостности вот этого вот единения во имя чего-то одного какой-то идеи какой-то мысли одно вам помогает понять себя да то есть а как я себя могу вести в команде вот я не случайно сказала про игру щенков когда там выстраиваются определенные иерархии то есть каждое животное оно пробует себя как я могу проявиться а вот с этим человеком я могу там допустим быть более активным а вот здесь вот не нужно научиться молчать и больше слушать другого человека это вот как будто бы это ваша сила потому что вы через это познаете себя поэтому это с этим связана ваша сила на данный момент хорошо следующий вопрос что вы оставляете позади во первых позади сейчас на данный момент вы оставляете какой-то свой кризис который вы прошли этот кризис был именно в становлении себя вот то что вы сейчас делаете то что пусть ту силу который вы себе сами возвращаете те энергии которые вы когда-то отдавали привязки которые у вас были с другими людьми вы сейчас как будто вы их обрываете да и тем самым возвращаете к себе то что вам принадлежит здесь даже знаете в прямом смысле кто-то здесь может быть сейчас информация о том что почему-то возвращение каких-то картин да может быть знаете такое по наследству вам допустим там папа мама кто-то оставил какие-то вот драгоценности картины не столь ценные сколько это ценное для вас да как воспоминание а у вас как будто бы их отобрали и вы сейчас вот такое ощущение что вот к вам это возвращается то что было очень ценное для вас но вот как в память другого человека только у вас забрали вот а что вы оставляете позади бездуховность бездуховность причем на в контексте именно с одной стороны ощущение того что я ничего не могу дать другим людям я не наполни то есть у вас было пустошение энергетическое и вы не могли как будто бы дать ну вот поделиться с другими людьми у вас не было сил у вас не было настроение у вас не было желание это уходит уходит то когда вы например вкладывали в других людей намного больше чем эти люди по факту вы поняли что они были достойны этого то есть вы вкладывались потому что на тот период вам этого хотелось для вас это было важно но через этот момент вы поняли что ну блин я не хочу там произошло такое ощущение что вот вы как будто бы вас использовали но по факту вы сами вкладывались в эту ситуацию ощущение вас осталось конечном итоге что вас опустошили на вот это тоже уходит уходит у кого-то были кризисы непосредственно связаны с финансами сложности это уходит уходит также кто-то здесь какой-то друг человек с которым вы были какой-то период времени он тоже уходит из вашей жизни просто потому что ну он был дан вам не не так долго да не на такой большой период времени у кого-то были здесь болезни они тоже уходят здесь расставание мне показывает взаимоотношения до с человеком если это допустим не личный до любимый мужчина то человек которого вы очень ну любили вот я же говорю вот вы вкладывались для вас тот период был очень важен потому что через вот это вот вкладывание вы как будто бы узнавали одну из своих грани и поскольку здесь кубки у нас выпадает кому как будто учились любить да как будто бы проверяли себя насколько вы способны любить и вот вам дали такого человека краски которые не давал вам взаимности либо вам не хватало ощущения ну то есть по вашему субъективному мнению вам казалось что этот человек не не дает вам той любви который вам хотелось бы но у вас было вот это вот чувство я даю я вкладываю я люблю и через это вывод как будто посмотрели свои способности да у кого-то может действительно раскрылись какие то способности это все уходит это уходит хорошо а то что вы забыли из прошлого но это имеет на вас какое-то определенное влияние здесь у нас вопрос идет коммуникации общение и именно в развитии да что же вы такого делали да что вы забыли об этом но это имеет так здесь у вас была какая-то трансформация перемена либо вы как-то хотели просили показать вам путь как вам дальше двигаться до либо что-то делали когда-то именно для своего развития либо вы когда-то с кем-то общались потом это общение прекратилось но знаете здесь суть вопроса заключается в том что вы как будто бы это было оно уже осталось в прошлом да вы кого-то уже забыли об этом но это все равно имеет какое-то влияние на вас данный момент вот как давлеет может быть это было общение с каким-то человеком который запустил вас какую-то трансформацию да ну то есть допустим я могу предложить предположить что если мы возьмем контекста отношений да то это человек ушел из вашей жизни но он запустил вас какую-то очень важную трансформацию перемену изменение это было плавно да то есть вот здесь утащение того что человек пришел в вашу жизнь не случайно чтобы вас изменить он не был вам дан на постоянную какую-то основу а был как-то вот на временный период и потом этот человек уже ушел с вашей жизни но вот именно благодаря ему например он раскрыл вас способности и вы стали увлекаться там таро рунами не знаю какой-то может быть философию для себя открыли а не потому что этот человек напрямую вас развивал да ну то есть показал хотя такой тоже может быть ну что вот смотри есть допустим таро и вот посмотри вот этих таро логов может быть тебе понравится нет а здесь он может быть через боль с этим человеком через заставание с этим человеком через взаимоотношения чем с этим человеком мы как-то прикоснулись именно каким-то знанием которые ну то есть вам стало интересно да а для того чтобы решить вот эту задачу с этим человеком вы стали заниматься чем-то вот здесь про это то есть косвенно либо напрямую либо косвенно он запустил вас вот этот вот процесс перемен и именно знаете в контексте того вот мы говорим я не случайно говорил о том что кто как вкладывается больше-меньше вот здесь вот вас это именно через этого человека вы научились то есть наконец-таки поняли какую-то часть ценности себя либо вот что значит уважать себя да ну что значит любить себя и проявлять эту любовь вовне через поведение через взаимодействие с другими людьми да чтобы не чувствовать себя вот ущемленный то есть вот этот человек он запустил это процесс вас и поэтому вы сейчас приходите именно к целостности себя да почему потому что с этим человеком сначала общение с этим человеком это может быть кто угодно это не обязательно межличностные отношения просто как человек он запустил именно этот процесс и хоть это здесь болезненно ощущается негативно неприятно потому что все-таки смерть это не тот аркан который знаете это когда ты что-то оставляешь и позади и как это безызбежно и как это слово сейчас крутится на языке не могу вспомнить ну бесповоротно то есть ты это закончилось и все то есть там поставленную точку больше уже туда вернуться но вот уже невозможно да к этой ситуации либо к этому человеку и это вызывает с одной стороны боль а с другой стороны ну ты понимаешь что это жизненный процесс так так и должно быть это неприятно некомфортно но так оно должно быть хорошо то за что мы чувствуем вину вы чувствуете вину именно за какое-то знаете бездействие что возможно вы погрязли в какое-то болото да то есть здесь ощущение того что может быть вы находитесь в этом болоте как знаете вот погрязли и и не можете выйти да по его понимаете что жизнь проходит да что что-то нужно делать но вот нету сил нету вот этого вот желания ну то что я говорила сейчас на данный момент да ваша сила именно вот в этом интересе в этом любопытстве что как вот она вас мотивирует на действие сейчас у вас этого нет у вас есть иногда может быть не сейчас может быть это вообще периодами вас бывает чувство вины за то что вы не используете все возможные шансы то есть вы ощущаете где-то интуитивно что вот вам дается шанс но вы за за него либо за них не беретесь почему потому что вот ваш прежний опыт он настолько на вас влияет вот то что мы говорили да что неизбежно я не могу ничего поменять и вот это вот безысходность какая-то вот беспомощность ваше внутреннее вот это вот ощущение она вас включает вот это вот состояние что я не могу не то чтобы увидеть это возможность а я я смотрю на нее мне кажется что это будет так же как было раньше и вот это вот вызывает вас еще больше даже раздражение кроме чувства вины что время проходит а я ну что я делаю для этого а у меня сил нету почему потому что я смотрю на это мне кажется она будет опять как было раньше так как было а по-прежнему за свое бездействие вы чувствуете вину здесь знаете вот вам не хватает какой-то вот веры чтобы включилась это любопытство и дальше двигаться по жизни да вот включиться в игру включиться в жизнь каким образом не хватает веры веры непосредственно самого себя и вот когда ты находишься вот в этих состояниях знаете вот безвыходности какой-то вот апатии не на что опереться и вот здесь вот мы опираемся именно то во что верит каждый из нас данном случае здесь говорится об источнике да то есть слиться с источником с творцом но у каждого понятие творца она свое потому что каждый верит свое не гуще с а религиях а то во что вы верите и и вот вам по жизни а то чтобы вас поддерживала очень важно найти эту точку которую на которой вы могли бы опереться вот в такие трудные моменты я так понимаю что они у вас будут всплывать очень часто и вот вам нужно найти да кто во что верит то чтобы вот сложные моменты как-то здесь может быть знаете может быть кто-то еще общается с высшими силами то здесь какой-то вот контакт идет да это то что поможет вас вытащить изменить ваше внутреннее состояние ваше внутреннее настроение то есть это не какие-то действия это не какие-то другие люди это вы сами но вы сами этого не можете сделать потому что вам не хватает сил вам не хватает энергии чтобы от вас выбросило да то есть надо какое-то вот как бы так сказать как источник да вот он начинает фонталь фонтанировать но этот источник да есть какая-то сила которая выбрасывает эту воду в фонтане, да, наружу, вот это вот давление какое-то, и вот эта вот сила, это и есть та точка опоры, о которой я говорю, и вот вам не хватает этого, поэтому найдите для себя то, во что вы будете верить, то, что будет в трудные моменты, вы могли бы с этим коммуницировать, общаться, чтобы черпать оттуда необходимую вам энергию, чтобы вылезти из этого болота, потому что нет здесь людей, нет действий, которые бы могли спровоцировать, вот вытащить вас, здесь просто ваше внутреннее состояние, и вот чувство вины у вас выходит как раз-таки за бездействие, когда вы ничего не делаете долгое время, и здесь показатель того, что не хватает разнообразия, понимаете, вот вы по натуре огненный человек, вы живой человек, а не хватает вот все, одно и то же, одно и то же, и вот эти вот периоды, они иногда гнетут, да, устал, заворочил, все, больше не могу, ничего не хочу, вот это вот появляется, никакое ощущение, что вот как в спорте, да, пока ты тренируешь мышцы, они увеличиваются и работают, как только прекращаешь, происходит вот это вот атрофирование, вот здесь точно так же, да, здесь вам постоянно надо находиться в каком-то движении, да, я не имею в виду действия, не про действия, а именно состояние ваше внутреннее, вот именно прокачивать энергию, вот здесь вот, знаете, вот чисто по состоянию могу сказать, что вот иногда, может быть, у кого-то здесь проблема будет с водами, с лимфой, может быть, как-то вот вы пухнуть будете, да, ну, то есть застой идет, застой, и здесь вот постоянно надо раскачиваться, вам как минимум надо ходить, да, и, ну, вот пешком гулять, прогуливаться, не находиться, не то чтобы без движения, а здесь надо раскачивать энергию, я не знаю, как вам объяснить это по-другому, может быть, практики, да, может быть, кто-то дыханием может заниматься, в общем, все, что будет ваш организм поддерживать именно в движении, потому что здесь вот это вот упадок настроения, это чисто гормональные, да, какие-то сбои, и вот здесь вот вам нужно научиться взаимодействовать с вашим организмом таким образом, чтобы вы могли в любой момент включить нужные вам гормоны, да, чтобы не было вот этого вот упадка, не хватает, может быть, солнца, не хватает сейчас зима, да, холодно, не хватает света, не хватает какой-то теплоты, вот это все из той категории, то есть вам нужно настолько хорошо выучить свой организм, прислушиваться, что как только идет какой-то спад, вам нужно понимать, а что может запустить вот эти вот гормоны, чтобы опять организм начал работать, да, Вот как сердце работает постоянно, вот так и ваш организм должен постоянно двигаться. Здесь вот иногда бывает застой, либо блоки на энергетических каналах. Найдите себе какие-нибудь практики, найдите людей, которые вам будут помогать очищать. Потому что здесь вот чувство вины, оно всплывает тогда, когда идет застой ваших энергий. Где-то какой-то блок, он вызывает вас. А блок непосредственно связан с тем, что вы как будто бы не можете реализоваться в социуме, здесь как будто бы нету какого-то движения. Вот когда у вас появляется ощущение того, что ничего не хочу делать, здесь вопрос не в том, что вы физически устали. Это другой момент. Здесь именно морально как-то вот вы устаете. С чем это связано, я не знаю. Здесь каждый из вас должен искать индивидуально, да, может быть какие-то паттерны включаются, может быть какие-то программы. Но вот когда у вас есть вот это вот понимание, да, я не хочу никуда двигаться, я не хочу ни во что вкладываться, я устал морально. Либо физически все окей, морально все окей, а сил нету, ресурсов нет. Вот тогда вот у вас начинается вот эта вся заварушка, у вас появляется чисто психологически вот это вот ощущение того неудовлетворенности, неудовлетворенности собой. Хотя именно это состояние, плюс в нем в чем, когда оно у вас появляется, через какое-то время вас это начинает раздражать, чувство вины, начинает вас раздражать, оно начинает вас бесить. И это запускает через какой-то период движения, да, вы начинаете двигаться не потому что вы хотите что-то делать, а потому что вы злитесь сами на себя. И вот это вот как-то вот вас мотивирует. Вот такая вот у вас здесь программа. Хорошо, идем дальше. То, что мы не можем избежать. Что у вас есть такое, то, чего вы избежать не можете. Ну, прекрасная карта. Королева Педакли. Что вы не можете избежать? Вы не можете избежать своего, во-первых, роста именно в материальном плане. То есть вы тот человек, которому нужна стабильность, человек, которому нужно постоянство, да. То есть неизбежно у вас какой-то, знаете, вот основательность что ли. Вы человек такой, как он называется, который, ну вот в доме все по местам, да, в доме все правильно лежит в нужном месте. Знаете, вот хозяйственный человек, хочу сказать культурный, не культурный, а здесь какое-то другое слово. Сейчас, не могу, не могу понять. Не могу понять, я объясню почему, потому что у меня идет состояние, а у этого состояния есть какое-то конкретное слово, которое его описывает. И вот состояние я чувствую, а слово вспомнить не могу. Структурность. Вот, здесь вы не можете избежать того, чтобы не было какой-то вот структурности. Вот вы очень, вам нужно, чтобы все было по порядку. А пускай даже вот кто-то зайдет в дом, да, и ему внешне будет казаться, что это хаос. Но это в глазах другого человека, вот в вашем, в ваших глазах, да, вот в этом хаосе, в котором, допустим, условно говоря, вы живете, вы четко понимаете, где что лежит, да. Внешне это для другого человека будет казаться, что это все разбросано, но вам это понятно. Вот в этом хаосе у вас есть порядок, хотя в принципе вы человек такой, как и порядочный, так и человек, который любит порядок. Человек, который любит, знаете, как говорится, деньги любит счет. Вот в вашем случае, не то, что вы любите деньги пересчитывать, да, вы четко понимаете, сколько вот вещи в вашем доме, да, сколько они стоят. Не потому, что даже если кто-то купил, вы знаете цену, цену каждому предмету в вашем доме, что вы еще не можете избежать. Ну, вы не можете, вы не сможете избежать любовь именно к природе, нахождению того, что вам периодически нужно будет выходить на природу. Вы не можете избежать, не видеть красоту, как внутреннюю свою, так и внешнюю красоту, да, при взаимодействии с другим. То есть, где есть непорядок, где есть вот что-то неэстетично, вас это все время будет цеплять. Заходите в какую-то квартиру, видите, картина чуть-чуть криво висит, вас это зацепит. Увидели, например, пошли куда-то в гости, увидели в вазе, ну, цветок начинает, листья начинают уже желтеть. Вы на это обратите внимание, то есть вы тот человек, который любит порядок, человек, который любит, знаете, вот стабильность. Вы надежный человек, вы любите, прям, знаете, вот вы еще и преданный человек, собака не случайно была. И вы не можете, вот как-то, знаете, не то чтобы предать другого человека, а вы не можете его подвести. То есть, если вы что-то сказали, так оно и должно быть. Даже если вам это не нравится, вы, ну, не можете подвести другого человека. Вы очень верный. Причем, знаете, вы, хоть и по натуре есть здесь вот эта вот огненность, вы тот человек, который вот хочет завершить одни отношения, потом начать другие. То есть, вы не тот человек, который одновременно попробуй, допустим, хотя бы повстречаюсь с несколькими людьми, да, ну, как это сказать. Похожу просто, блин, на встречу, да. То есть, я ничего, никому никто ничего не обязан. Но вот просто, если у вас даже в голове есть идея какого-то конкретного человека, вот вам пойти с кем-то другим встретиться, это уже будет казаться, что вы изменяете. То есть, вот измена, это для вас такая очень важная составляющая. Что вы еще не можете избежать вообще на... Знаете, вы не можете избежать... Вот деньги, деньги, они имеют для вас вес. Вот как ни крути, ни верти, именно деньги, либо какая-то ценность для вас, это важно. То есть, условно говоря, вы можете прожить без любви. Но вот именно без комфорта, без уюта, без удобства вам это сложно. Вы не тот человек, который могли бы... Даже, знаете, вот если поехать в отпуск, как говорится, на кампинг, да, и где можно жить в палатке. Вот палатка, она должна быть идеальная. Она должна быть вот идеальной, вот прям добротной, такая, знаете, из хорошего качества, да. Там матрас, если надувать, то он должен быть толстый. Ну вот прям вот удобство и уют и комфорт, это вот все ваше. И вы не можете избежать того, что вот, вы знаете, есть такое ощущение... Здесь, скорее всего, страх проходит выживание, да, безопасности в контексте именно материальных, материальной какой-то составляющей. Она для вас очень важна. То есть, здесь про то, чтобы вы не можете себя лишить, здесь ощущение какого-то вот дефицита. Как бы так сказать. Вот ваш холодильник, он должен быть, вот, забит, допустим, какими-то основными продуктами, там, яйца, молоко, масло. Вот это должно быть всегда, сто процентов. То есть, что бы ни случилось, вот эти вот продукты, они должны быть обязательны. То есть, другие могут как-то и приходить, и уходить. Но вот эти, то есть, допустим, если в холодильнике нету масла, либо в холодильнике нету яиц, все, это конец света. То есть, есть какие-то такие предметы, которые, либо продукты, либо предметы, либо вещи, люди, не знаю, ну, такие составляющие, которые делают вашу вот основу, на что вы опираетесь. И вот это вот чувство дефицита, что мне не хватает, да, иногда оно у вас включается. Вот включает вот это вот именно страх выживания, что всем не хватит, да. И иногда вы начинаете из этого состояния одевать какие-то маски, да. Здесь еще такое, знаете, чувство есть, что я не хочу показывать свое внутреннее состояние другим людям, да, что у меня происходит. Вот я буду, как это, все свое буду держать при себе. Если, допустим, не хватает денег, не хватает, ну, какой-то вот внутренний дефицит, вы это никогда не покажете людям, вы показываете людям только ту маску, которую посчитаете нужным. Почему? Потому что вам стыдно. Вам стыдно здесь, знаете, какой паттерн проходит? Я способен, вот вы знаете, что вы способны на очень много, да, вы одаренный человек. И иногда у вас поступают какие-то перепады, именно гормональные, когда вы ничего не делаете, да, то, что мы говорили, вы не используете свои возможности, сейчас не разбираемся по причине какой, вы не проживаете по полной, у вас появляется вот это вот чувство вины, и вам как-то надо себя высветить, выбелить в глазах других людей. И вы, что вы делаете? Вы одеваете маску, типа, ну, так было задумано, да, как будто сказать, допустим, я вот на своем примере, да, я так скажу, чтобы вам было понятно. Допустим, люди видят, что у меня нету расклада, да, и я понимаю, что я способна на это, да, то есть я могу записывать расклады, у меня есть потенциал, у меня есть эта возможность, да, я это умею делать, но я этого не делаю, допустим, потому что у меня нету настроения, у меня нет энергии. И мне надо как-то оправдаться перед людьми, да, сказать, объяснить, почему нету. Вот тогда одеваю маску и начинаю говорить, что так, допустим, было задумано, да, что вот сегодня просто не выйдет, а на самом деле, по факту, да, там причина была абсолютно другая, да, не хватало сил, не хватало ресурсов. И вот у вас вот это вот чувство вины за то, что вы не можете раскрыть что-то, не можете что-то делать, у вас такое ощущение, что вы как будто бы обязаны перед кем-то оправдываться, давать, держать ответ, держать слово. И, а по факту это не так. И вот вам приходится одевать маску и быть тем человеком, кем вы не являетесь, просто потому, что вам сложно сказать, что, блин, сегодня просто у меня нету настроения, ну не хочу я, и все, я такой. То есть показать свое истинное лицо. Но вам почему-то важно поддерживать какой-то образ, и вот вы одеваете эту маску. Так, хорошо, то, что вы не знаете, но нужно знать, да, сейчас, на данный момент. Ну, во-первых, то, что вы маг, то, что вы маг. И здесь так интересно, да, вопрос звучит о том, что мы не знаем то, что нужно знать. Вот, но у меня ощущение, что вы знаете маг, а здесь, конечно, в данном случае, наверное, вы не знаете каких-то собственных желаний, которые вы можете реализовать. Давайте я все-таки уточню, в каком контексте у нас маг здесь проходит. А, вы не знаете свою силу, да. Все, я поняла. Вы не знаете, но должны знать силу своей любви, да. Именно насколько вы способны любить. Что это дает, вот эта вот ваша сила? Когда, здесь понимаете, здесь опять-таки про состояние, когда вы находитесь именно вот в этом состоянии любви. Здесь вопрос не про то, что вы любите какого-то конкретного человека, а именно вот это вот состояние любви, это состояние новизны, через это вы можете, вот вы как будто бы входите в какое-то иное, видоизмененное состояние, и через него вы можете либо понимать людей, либо взаимодействовать с людьми, ну, во благо и им, и себе. Я понимаю, что я сейчас говорю запутанно, но сейчас попробую сказать иначе. Вы не знаете, насколько, так скажем, сила любви, вот так. То есть, что можно сделать именно на этой силе? Вот, когда вы находитесь в любви, здесь не про то, чтобы я могу прощать других людей, да, я могу не обращать на них внимания, а вы, именно когда вы любите, вы излучаете какую-то такую особенную энергию, и когда люди к вам подходят, они эту энергию чувствуют, и они могут трансформироваться. Не то, что вы их там словом, да, как-то трансформируете, либо делом, а вот именно ваше вот это состояние и пребывание другого человека рядом с вами, он как будто бы узнает себя, он узнает себя, знаете, в каком контексте? Он понимает свою суть. Вот он с вами находится рядом, он с вами общается, и он вдруг, у него начинают происходить какие-то инсайты, и он понимает лучше себя, а почему у меня это происходит? Это не то, что вы ему что-то показываете, а вы просто находитесь в нужном состоянии. И вот это вот вы пока еще не знаете. Но помните, у вас урок был, да, с тем человеком, который уходил из вашей жизни, он должен был у вас раскрыть вот это вот, ваши способности любить, он должен был вам показать. То есть он запустил этот процесс, и сейчас вы должны знать, какая, какова сила любви. Еще раз скажу, не то, когда мы любим кого-то за что-то, а здесь, условно говоря, чтобы вам было понятно, о какой любви речь идет, представляете любовь, я не знаю, к тому, во что вы верите. Если вы верите в высшие силы именно в тот момент, когда вы в отчаянии, и вы начинаете молиться, общаться, не знаю, кто как, что делает, и вот вы находитесь в полном доверии, вы находитесь в полной любви, либо когда вы смотрите на природу, и вас вот это вот завораживает, вот эта вот красота, у вас идут слезы, вот это вот ощущение благодарности, Боже, какая прелесть, и вы это ощущаете. Я вот про это состояние говорю, а не про то, когда вы находитесь с партнером, и вы ему выражаете свое чувство любви. Вот эта сила, вы эту силу сейчас наверняка, либо с ней столкнетесь, либо сейчас каким-то образом познаете, либо она вас начинает раскрываться. Либо кто-то из вас здесь начнет раскрывать в себе способности именно психологического, в контексте, знаете, того эмпатии, умения читать другого человека, умения понимать, умения ощущать человека. Здесь вот какая-то сила, она вас пробуждается, вы это еще не знаете, либо кто-то сейчас только начинает, но вы еще не владеете, это вам предстоит узнать, вы еще этого не знаете себе. Да, вы не знаете, насколько вы способны любить. Вот тот человек, он вас запустил это, то есть если вам казалось, что раньше с тем человеком вы его любили, представьте, что это только 10% того, на что вы способны. Сейчас у вас будет открываться это, будут открываться какие-то способности, не скажем, почему-то телепатические у меня способности идут, умения решать, причем, знаете, вот решать вопросы здесь так интересно. Вот когда вы будете эту силу свою раскрывать, вы поймете, что человек приходит к вам, а у него какая-то проблема. И вот он просто с вами поговорил ни о чем. Я не знаю, о погоде может говорить. А потом в какой-то момент, знаете, у него что-то щелкнет, здесь ощущение того, что вы просто сидите, чай пьете, там кофе, кто что пьет. И вы как будто бы разговариваете об одном, и вдруг человек так, знаете, замирает. И вы его спрашиваете, почему ты замер, что произошло? И он вам говорит, а я понял. И начинает рассказывать о чем-то своем, над чем он искал какое-то решение и не мог найти. А вы как будто бы, знаете, вот поговорив с вами, ни о чем. У него, ну, он переключился с решения своей задачи, и через ваш разговор его как будто бы осенило. Он как будто бы что-то понял. Но вы разговариваете о чем-то другом. То есть люди через вас будут решать свои собственные задачи, к ним будут приходить инсайты. Вот. Вот так. Хорошо. И последний вопрос. То, что мы ожидаем. Вот, что вы на данный момент ожидаете. Ну, во-первых, вы ожидаете, и спажа, вы переходите уже в Рицаря Жезлов, да, вы уже ожидаете какой-то опыт, какого-то движения. Во что, да, то есть у вас уже идут какие-то идеи. Вы уже ожидаете, знаете, удовольствия от именно практики. Здесь какие-то знания, да, вы получали какие-то знания. И здесь вы ожидаете уже не то чтобы результата, а вот как будто бы была какая-то теория, да, вы что-то изучали, но вы при этом не практиковали. И здесь вот ощущение того, что пришло время, и я уже двигаюсь в то, чтобы это попробовать на практике, да. То есть что-то я изучал, а теперь я хочу попробовать, как это будет на практике. И, знаете, вот быть, когда вот здесь что-то такое произойдет, что будет давать вам удовольствие, наслаждение, вот какая-то вот то, за что вы будете благодарить. Вот здесь ощущение того, что то, за что вы будете благодарить, как будто бы какой-то этап уже завершился, да. Вот вы испили чашу каких-то своих, как они называются, какого-то опыта своего, долги как будто бы раздали, да, условно говоря, кармические, все. А сейчас новый этап, и вот он вас будет наполнять. Да, у вас откроются какие-то, и возможно, сейчас я говорю, здесь какой-то потенциал, но даже без «но». То есть когда вы оставляете то, что вы изучали, и идете в практику, ну то есть уходите от теории и переходите в практику. Что еще здесь ожидаем? Вот одной картой «Эго», «Мерафант» и «Десятка кубков». Здесь такое ощущение, что кто-то из вас работал над собой, над своим каким-то эгоизмом, разрушил какие-то свои шаблоны, знаете, вот пересмотрели, что-то пересмотрели, что-то… Ощущение того, что завершился какой-то этап, вы вышли мудрее, помните, изначально мы говорили, мы идем к своей целостности, и вот сейчас у вас такое ощущение, что я это изучил, а давай я посмотрю. Ну, допустим, я закрыл какие-то отношения, условно говоря, кармические, которые были с каким-то человеком, которые были направлены на то, чтобы получить опыт. Я его получил, да, допустим, научился ценить себя, да, вести себя как-то иначе, и сейчас я нахожусь в каком-то таком предвкушении посмотреть, а есть ли будут новые отношения, как я сейчас уже буду себя вести, когда я уже изменился, поведу ли я себя так, как было раньше или нет. Вот здесь что-то вот в таком формате. Вот такая вот у нас была первая позиция. Если нам не хватит карты на вторую и на третью, возьмем третью колоду. Это была позиция номер один. С вами переходим к позиции номер два и к красному камешку. Получается он очень большой расклад, но, на мой взгляд, очень интересный. Давайте отодвинем. Итак, двоечки. Первый вопрос. Я сказала сначала выложу, да, карты. Открыла сразу. Вот, ничего страшного. И мы с вами будем смотреть. Итак, первая карта у нас говорит о вашей защите, либо о вашей силе. В чем она? Мы смотрим всегда в разрезе здесь и сейчас. Именно что значит здесь и сейчас, сегодня этого момента. Видите, если вы посмотрите завтра, уже все может измениться. А то, что вас защищает сейчас, в чем ваша защита? Но сейчас здесь, если мы говорим о защите энергетической, здесь произошло обновление, здесь произошло обнуление. То есть, если кто-то проводил какие-то чистки, на самом деле, да, энергетически, эмоционально кто-то обновился, то показать все того, что это хорошо прошло. Если мы не говорим о чистках, то то, что вас защищает сейчас. Что вас защищает? Знаете, ваше состояние, ваше состояние какой-то непредсказуемости. Вот иногда мы говорим, да, с пьяным и с ребенком никогда ничего не случается, да. То есть, ну, им как будто бы море по колено. Вот именно вот такое состояние, оно является для вас каким-то защитным, вашим механизмом. То есть, ваша сила в том, что вы постоянно как-то обнуляетесь. Ваша сила именно в том, что вы умеете верить, знаете, каким-то вещам, которые сложно, может быть, объяснить, да, найти какое-то объяснение. Вот это вот, например, ваше внутреннее состояние, что с вами происходит сейчас, да, и вот вы говорите, вот мне надо это сделать. И если люди вас будут спрашивать, а для чего тебе сейчас это сделать? Вы не сможете это объяснить словами, но у вас вот это вот есть внутреннее ощущение ясного знания, что я четко знаю, что мне нужно это сделать. Допустим, мне надо пойти вот в какой-то там, я не знаю, магазин, либо в какое-то место сейчас проехать. Люди могут смотреть на вас как на дурака, то есть, ну, о чем ты сейчас говоришь, да, зачем тебе? Я четко знаю, что вот мне туда надо, там что-то такое произойдет. Вот иногда у вас бывают вот такие всплески. Ваша сила именно в умении постоянно двигаться вперед, в умении постоянно обновляться, оставлять прошлое позади тогда, когда вы уже чувствуете, да, что время пришло. Вот именно детское какое-то, вот это вот отношение, да, наивности, вот в этом ваша сила. Как ни странно кажется, да, если кто-то говорит, что вот, ой, какая она такая глупая, да, поверхностная и все такое, вот в этом ваша сила. В контексте чего? Что вас могут воспринимать, как такого человека, и в этом сила, почему? Потому что вас не берут, допустим, в счет в контексте того, что с вами не ссорятся, не воюют, не ругаются. Почему? Потому что вас недооценивают каким-то образом, то есть вас видят большого ребенка, то есть ребенка в большом теле. И, ну, что будут связываться с ребенком? Нам смысл какой? И вот в этом это сейчас не в минус, а в этом наоборот есть плюс, потому что люди не знают, на что вы способны. они не могут предположить, как вы себя поведете, потому что вы настолько непредсказуемы, что, ну, условно говоря, с вами лучше не связываться, потому что никто не знает, что вы там сейчас еще там отворганите, да, сделаете. И вот ваша сила в данном случае именно вот в этом ребячестве, именно в этом, здесь колоссальная энергия, говорящая о том, что неизвестно вот именно огромного-огромного потенциала. Защита в том, что неизвестно, что из этого вырастет. Это будет зависеть только от вас. Во что превратится та или иная идея ваша, во что может превратиться какая-то ваша задумка, да. То есть вы, как бы так сказать, некий такой самородок непредсказуемый, необъяснимый, непонятный. И вам может казаться, что это не очень-то хорошо, да, потому что нету постоянства, нету стабильности. Но на самом деле это придает вам, знаете, ощущение жизни. Вот вы понимаете вот это вот движение, да. Вы очень свободолюбивый человек. Вы не можете рамки, вы не любите ограничения, вы не понимаете, как люди могут жить в этих ограничениях. А люди не понимают вас, почему вот вы так быстро меняетесь, почему вы непостоянный. И вот в этом, то есть вы как будто бы, знаете, вот в этом непостоянстве вы неуязвимы, да. Потому что вас нельзя просчитать, вас нельзя предсказать, вас нельзя объяснить. Но при этом, знаете, иногда вами восхищаются, а иногда просто удивляются. То есть они не могут понять, ваше поведение, это потому что вы глупы, либо это вот как-то, знаете, завуалированная какая-то мудрость, да. Здесь как-то так. Что вас защищает сейчас? Ну, это вообще. Ну вот здесь выпал шут, и вот в этой колоде выпал шут, да. То есть ваша защита. Ваша защита, если опять-таки энергетическая, то произошло очищение, обнуление, да, обновление некое, если мы говорим вообще, ваша защита, это прикинуться губцом. Я ничего не знаю, моя хата с краю, я ничего не знаю. Вот это вот, в этом есть ваша сила, умение, но повторюсь еще раз, и скажу именно, знаете, вот вы человек настроения, в этом ваша сила. Вы можете творить из состояния, вот когда у вас есть настроение, когда у вас есть хорошее, такое приятное состояние, вы можете горы свернуть. И когда нету настроения, да, вы можете ничего и не делать. А поскольку вот это вот все так переменчиво, то есть не обретает какой-то конкретной формы, людям это и непонятно. Но в этом сила ваша еще в чем. Вот в том, что вы можете обнулять свои мысли, знаете, вот обнулять свои мысли, сейчас я поясню, как здесь. Вот вам кто-то что-то сказал, да, вы вроде бы расстроились, а потом сидели, подумали, блин, у человека два уха. Зашло, вышло, все, пошел дальше. Вот такая какая-то легкость, вот в этом ваша защита, что вы можете, для тех, кто действительно практикует из вас, здесь есть такая у вас возможность, способность, скорее всего, либо вы стремитесь к этому, либо вы уже владеете, да, опустошать свою голову, убирать внутренний диалог, убирать эти мысли. То есть умение, обнуляться, умение аннулировать то, что есть. Это вообще прекрасная способность, это очень огромная сила, если вы это осознаете на самом деле. Вы можете в своей голове рушить какие-то рамки, и вот, понимаете, расширять сознание. Это ваша способность, вы это умеете, то есть вы умеете достигать таких состояний, которые другие люди не могут. И вот, знаете, достигнув какого-то, измененное состояние, это значит, допустим, есть определенное рабочее состояние, в котором мы сейчас с вами общаемся, коммуницируем и так далее. А есть другое состояние, которое вам известно, в котором многое, может быть, вам непонятно. То есть там, где отсутствует некая такая логика, там, где отсутствует объяснение, но это состояние, оно как будто бы, может быть, немножко затуманенное, непонятное, какое-то пограничное между сном. Но именно вот это вот состояние, оно помогает вам смотреть на мир иначе, оно помогает вам расширять ваши возможности, расширять ваши рамки. И вы можете входить в вот это ощущение, да, именно свободы, свобода полета, я могу почувствовать себя свободным. Когда ваши границы, они не то, что уходят, а они становятся больше. То есть у вас есть эти способности, которые у других людей, им надо либо практиковать, либо у них этого нету. Какое-то, знаете, вот умение перерождаться, умение в сложный момент решить задачу через то, чтобы отказаться от нее. Вот как феникс, знаете, перерождаться. Вот это вот, здесь не про трансформацию, а здесь, знаете, как змеи сбрасывают кожу и идут дальше в новой шкуре. И все. И они не переживают про то, что, а, там была привычная или еще что-то. Время пришло, пролинял, да, когда животные линяют, и все, шкуру сменил и пошел дальше. Вот здесь что-то такое, здесь, вы понимаете, здесь мы говорим о силах, а здесь энергии идут. Энергии какие-то, вы можете пойти в новизну, вы можете отказываться от людей, это хорошо, это неплохо, вы можете обрывать привязанности к людям, вы не привязываете, вы идете налегке, то есть вы понимаете, что жизнь – это движение. И любая привязка, она вас останавливает, она вас якорит и не дает двигаться. А у вас такое ощущение, что надо по жизни попробовать все, чтобы понять. То есть ваша душа постоянно вас зовет во что-то новое, потому что ей важен процесс, ей не важен результат. Вот в этом ваша сила. И это вас защищает на данный момент. Хорошо, второй вопрос. То, что вы оставляете позади. Ну вот, выпал 21 аркан, видите, как гармонично все. Вы, какое-то завершение, какой-то этап, какой-то цикл, у вас подошел к концу. Что-то свершилось, да, и вы это оставляете позади. Какой-то, знаете, возможность, да, какая-то возможность. А, вы как будто бы пробудились. Вот вам дала, я же говорю, здесь что-то произошло. Вот как-то вы то ли на мир стали смотреть заново, то ли глаза у вас открылись. Вот вам пришло понимание, что где и как вы смотрели на мир, как будто бы спали. Да, вот вы находились в каких-то иллюзиях. То, что вы себе придумывали, какую-то картинку, какую-то утопию. И вам дали шанс этот мир завершить. И уже смотреть на мир более реалистично. Я сейчас понимаю, что я говорю абстрактными словами, но я не могу, здесь идут масштабы. Это не какое-то, вот знаете, перевести на бытовой язык, там, я не знаю, пойти сварить обед и все такое. Вот если, допустим, сварить обед, то это не на одну семью, а на целую страну. Вот такие вот масштабы. Как я могу рассказывать абстракции более конкретно? Мне это сложно. Но вот здесь вот вопрос в том, что у вас был какой-то шанс, какая-то возможность. Знаете, вы как будто бы оценили что-то в себе, что помогло вам пробудиться. Вы как будто бы спали и до вас дошло, что-то вот озарило, осенило. И вы поняли, что время, которое вы тратили на что-то, оно не имеет, ну, то есть это все было зря, это все была какая-то игра. Как будто бы вот вы сейчас начинаете жить с чистого листа. Да? Вот если может быть жизнь делится на до и после, вот это вот все было до, а сейчас будет жить после. Вот вы как будто бы другим человеком стали, понимаете? У вас появилась цель, у вас появилось желание, вы уже, у вас уже, знаете, не то чтобы сложно искушать через какие-то страхи, а вы настолько сконцентрированы, сфокусированы на чем-то, это может быть ваш путь по жизни, это может быть ваша дальнейшая жизнь, это одно конкретное желание. Я не знаю. Но здесь вот такая энергия, знаете, я победитель, вот именно я пробудитель над самим собой, то есть что-то вы сделали, над самим собой как-то поработали и у вас появилось вот это вот желание двигаться, но уже как будто бы в новой ипостаси, да? Вот я говорю, шкуру сменили, в новом амплуа вы идете по жизни уже более уверенно, уже более серьезно, как-то вот знаете, вот как будто бы повзрослели. И вы идете, вижу цель, не вижу препятствия, потому что вы понимаете, что любое препятствие, оно лишь в вашей голове, а вы как будто бы открыли для себя какой-то вот мистический ключ, который показывает вам, что есть иллюзия, что есть реальность, и вы понимаете, что нету никаких преград, единственная преграда в голове, и вы как будто бы со своей головой договорились о том, что я эти преграды убираю в голове, и как следствие в реальности нету никаких сложностей, я могу достичь, я могу быть тем, кем я хочу и вам вот путь сейчас как-то дороги ваши открыты вы вот это вот все оставляете позади какой-то вот этап своей жизни то что вы забыли но это имеет влияние на вас давайте посмотрим здесь какая-то тайна идет здесь идет какие-то знания которые вы может быть когда-то изучали может быть вы знаете с чем-то сталкивались и тогда вам это было непонятно это здесь какая-то может быть секрет какой-то да тогда вам это было непонятно и вы это оставили но это продолжает на вас влиять знаете как будто бы на ваше бессознательное вложили какую-то информацию да и она где-то вот записалась и вы мне и забыли но она как тут постоянно не как это вот невидимая такая знаете энергия вот вы посеяли семя и вы забыли постепенно прорастает 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 и она уже стала каким-то деревом и дают свои плоды а вы это не понимаете то есть даже в эту сторону не смотрите да допустим вам приходят какие-то бонусы и вы им радуетесь а вы даже не не помните когда и что вы сели что вы сейчас получаете эти бонусы понимаете здесь вот что то такое что это было что а то о чем вы забыли здесь возможно какая-то мечта какая-то идея до в которой вы вкладывались может быть я еще расскажу а что-то вы практиковали может быть что-то вы делали может быть какое-то ваше желание над которым вы раньше работали если может там визуализировали может карту желание в общем что-то делали а потом как-то оставили ну вот уже не работает и махнули рукой а вот по истечению времени она все-таки она работает если вы не видели этого влияния на вас а одно на вас влияет это знаете то во что вы очень верили это какая-то ваша идея какая-то искра внутри вас и вы ее оберегали либо охраняли либо это даже если не то чтобы вы забыли а вы бережно к этому относились и никому не подпускали что это такое ну вот у меня выходит это какие-то вот ваши знания знаете вот какая-то ваша сила с чем это связано это тут какие-то знания какая-то сила которая знаете здесь вот ощущение того что вот вы как-то практиковали что-то и это может быть это быть знаете как-то вот по молодости по глупости ну вот у нас бывает в юности такое кто-то придумал какую-то идею давай мы пойдем я не знаю допустим на сеанс гипноза давай пойдем ну посмотрим свои прошлые воплощения посмотрим и уже время пришло вы пошли уже до забыли потому что вы ничего не поняли что там произошло какие-то картинки что-то обман что то я там ожидала там ничего не произошло из того что и как будто бы даже забыли а она имеет место быть да я не знаю с чем это связано но здесь очень какое-то вот такое личное да очень такое глубокое может быть вы как-то в какой-то период жизни да по отшельнику как-то уединились и как-то может быть кто-то просил молил найти какую-то опора внутри себя быть более уверенный быть более я не знаю сильным что ли человеком духом волю свою как-то вырабатывать в общем на чем-то вы работали над какими-то своими качествами вы забыли а сейчас это на вас имеет отношение именно нет это вот обнуление то что произошло но связано с этим и не знаю вы уж сами смотрите потом не напишите что за связь за что вы чувствуете вину за что вы чувствуете вину за какой-то уход за какой-то уход знаете вы от чего-то ушли от кого-то от чего-то я сейчас не определяю что именно вам это удалось очень больно очень болезненно знаете вот прям вот с кровью как будто бы оторвали от себя и вот вы чувствуете это вино это может быть допустим когда вы оставляете своего ребенка надо поехать допустим за границу на какие-то заработки и вот вы с болью оставляете ребенка но вы понимаете что это нужно да то есть вы как-то воспитываете ну то есть вам нужны деньги да вам нужно заработать это единственный способ на данный момент из всех возможных до который вам даст ту необходимую сумму чтобы допустим воспитать ребенка вы оставляете ребенком с бабушка ли еще что здесь то что мы оставляем с болью и уходим от этого не потому что мы бросаем но мы должны дальше двигаться так знаете какое-то решение вот вы приняли какое-то решение может быть вы от кого-то отстранились здесь идет опять-таки завершение что-то вы завершили пришло каком-то к логическому концу вы это поняли вы это осознали вам не хотелось этого делать но вы ушли вот и этот уход а вы пошли в новое и этот уход до приняли приняли решение знаете вскрыли в себе какую-то правду знаете в контексте понимание того что там где я был ли вы находился там уже ловить нечего да то есть больно не больно но надо идти надо двигаться дальше это может быть связано как с человеком так с каким-то местом не знаю может быть какая-то команда какая-то организация что-то там было такое вы не хотели вы за это вы чувствуете вину что вот вы совершили этот поступок вы совершили этот уход но понимаете здесь как будто бы вынуждены это было да то есть вы никак не могли повлиять вы запустили этот процесс и все и потом вам нужно отстраниться в сторонку надо было да чтоб он но он уже пошел то есть здесь уже поезд разогнался и его уже даже если на стоп кран нажать он неожиданно не сможет остановиться все равно по инерции будет двигаться здесь вот что-то такое у вас происходит из-за этого чувствуете вину и так идем дальше то что мы не можем избежать что вы не сможете избежать вы не можете избежать есть у вас какие-то мысли так свечка у меня еще горит почему-то она горит вот так разгорится что вы не можете избежать здесь знаете какой-то вот что-то вы удерживаете да что-то вы хотите сохранить своей жизни то во что вы вкладывались то что для вас было очень ценно я могу предположить что здесь есть какие-то убеждения за которые вы держитесь но вы не можете этого сохранить так вы не сможете этого избежать здесь перемены перемены в нашем сознании понимаете вот вы за что-то будете еще держаться за какие-то свои мысли за какие-то свои ценности но у вас прям знаете период который до и после и вы не сможете то есть процессы уже пошли процессы перемен но здесь идет у нас ожидание которое связано с чем что вы не можете избежать да здесь идут перемены вот вы перемен каких-то знаете вы здесь скорее всего цепляетесь за что-то старое за то что привычное так как вы привыкли мысли так как вы привыкли действовать размышлять а здесь вам говорят что перемены которые у вас были они требуют иного подхода они требуют иного рассуждения иных каких-то действий и вам здесь не совсем комфортно потому что вы как будто бы рыба выброшенная на берег вы не знаете как вам действует и вот это вот причем знаете здесь картинка такая интересная показывается как будто бы рыбу выбросили на море знаете вот как этот боже мой развитие цивилизации до показывают как рыба была вот она потом стала крупная вышла на на сушу и вот превратилась постепенно в крокодила который может и воде и на суше это крокодил варана и так далее то есть вот это вы знаете как она называется боже мой не цивилизация развитие вот это вот здесь вот такое вот ощущение что вы как будто бы рыба до вас выбросили на суше вы должны стать уже друг другим подвидом да как будто бы даже стать условно говоря крокодилом а вы и вы уже можете дышать да на суше а вы все равно вот в воздух это схватываете то есть вот эти привычки навыки рыбы остались здесь как-то так вот мне картинку показывает вы не сможете избежать этих перемен да здесь прям знаете ну вот нацеленность должна быть вы должны двигаться вас прям знаете заставит как будто бы здесь не получится играть и вашим и нашим дай как по прошлому и как по старому как по новому нет здесь перемены они медленные но они идут и вы должны будете как-то знаете вот адаптироваться подстроиться под новой ситуации ну вот не получится у вас жить по-старому да то есть это уже неизбежно здесь про это баре хорошо следующий вопрос то что вам нужно знать либо то что вы знаете да вы это либо знаете ли бы вам это нужно знать вам нужно знать что сейчас знаете какой то вот такой период когда вы находитесь пока еще в концентрации на себя да здесь вот ощущение такого процесса головка вылезла при родах а тело еще находится в шейке вот вот еще не протолкнулась то есть она еще не вылезла вот вы находитесь вот в этом процессе то есть на половину как будто бы роды уже прошли но часть ребенка она еще находится внутри вас здесь вам вам нужно знать о том что сейчас на данный момент надо сконцентрироваться сконцентрироваться именно на какой-то вот информации внутри себя а сейчас во-первых период того что вам нужно отдохнуть да то есть вам не надо сейчас двигаться это опять таки кто рожа для женщин я так понимаю мужчинам сложно будет понять этот процесс но просто не могу объяснить это когда природа голова уже вылезла до ребенка и роженица берет несколько так вздохов до чтобы как-то передохнуть перед новыми потугами то есть сейчас вот такого периода то есть какой-то первый результат вы получили вы уже поняли осознали что что-то произошло какие-то перемены но полностью процесс обнуление он еще не завершился и вот вас сейчас вот этот вот период отдыха перед новыми потугами перед новым рывком да когда животное перед нападением она замирает и если вы обращали внимание она полностью сфокусирована причем из кошачьих семей она полностью тогда эти вот готова к прыжку а у нее тело может быть подвижно может быть неподвижно это не столь важно но голова она полностью сконцентрирована именно на своей цели да то есть я четко знаю что мне нужно сделать я просто жду подходящего момента вот здесь вот как-то такое поэтому сейчас он период на отдых данный вы должны об этом знать и имейте ввиду не заполняйте ту пустоту которая вас сейчас произошла и вы ее иногда можете внутри себя в своем сердце чувствовать и ощущать не заполнять ее чем впало то есть если вы что-то потеряли не торопитесь заполнить эту пустоту побудьте в ней насладитесь это знаете вот ощущение какой-то вот потенциала мне блин как бы вам объяснить то какой бы такой примерчик хороший был а если вы практиковали например голодовку да либо вот кто голодал я занимался до голоданием после того как там например день 23 ты находишься без еды у тебя начинается обострение вкусовые прямо знаете вот запахи и когда ты выходишь из голодовки там не знаем после недели кто сколько голодал у тебя вот эти вот все запахи они обостренные и очень важно принимать пищу медленно ну во первых чтобы организм адаптировался снова и запустился вот этот вот процесс до пищеварения а во-вторых чтобы насладиться потому что вот эти вот все вкусовые качества они очень обостренные и ты наслаждаешься здесь вопрос наслаждение не просто удалите вот эту вот свою жажду голы а именно получить удовольствие и понять вкус либо к запах какой-то да ну вот здесь вот именно наслаждение знаете когда вот вам дарят цветы и у меня идет запах роз и вот вы прижимаете к себе эту охапку с цветами и вы нюхаете то есть вы не торопитесь сразу поставить вазу а вы наслаждаетесь вам подарили вы насладаетесь вы нюхаете вы принюхиваетесь вот вы наполняетесь этим запахом вот здесь вот это не торопитесь чем попало заменить то что вам нужно она к вам придет просто сейчас должен быть такой период а из того что вам не комфортно допустим вы остались без работы не комфортно надо сразу найти другую работу а будьте в этом насладитесь отдохните наполнитесь успеть еще поработать здесь такое завершили соотношения не ищите новых будьте собой узнаете себя вот здесь вот что такое и последний вопрос 7 то что мы ожидаем ну и выпала карта ожидания прикольно то что вы ожидаете ожидайте именно и ожидайте ожидайте каких-то результатов что же вы ожидаете вы ожидаете вы ожидаете знаете когда человек который ушел на шестерку шестерку кубков что-то знаете результатов именно из прошлого я говорил не наполняйте себя кем попало да и здесь вот такое ощущение то чего вы ожидаете как будто бы возвращение до возвращение блудного пупка вот вы ожидаете возвращение человека из прошлого либо ситуации из прошлого либо вы ожидаете знаете когда человек который ушел на подумать и забыл вернуться до принять какие-то свои решения вот вы как будто бы этого человека ожидаете здесь ожидание кого-то либо ситуации из прошлого что она разрешится на что выбор будет сделан либо здесь любовь из прошлого как-то вот что-то вы тут ожидаете либо кто-то из семьи кто-то должен вернуться тот кто для вас был очень ценен общение ну вот вы ждете как будто бы весточки я же говорю о человека который должен вернуться из прошлого я никак не могу это иначе прочитать если это не человек но знаете может быть даже кто-то из вас ожидает если мы не говорим конкретно человеке что какие-то может быть иллюзии из прошлого они вернутся да здесь не страх здесь ожидание что а вдруг то на чем я работал она не сработала и в новые отношения войду они будут такими же здесь не про страх а здесь вы знаете что мои иллюзии мои вот эти вот кошмары они могут вернуться да вот как то так скажем да по поводу именно построение семьи вот что-то здесь такое что что-то может вывести меня вернется что-то из прошлого да и выведет меня из моего равновесия вы ожидали как будто бы ни крути ни верти вот король кубка выпал что я могу сказать дракона кубка куда вы за ждете возвращение какого-то прошлого человека который выведет вас из вашего болота на фига вы его ждете вам известно вот если это не человек из прошлого то возвращение именно каких-то своих иллюзий то здесь не про страх я не могу сказать что здесь есть страх вы боитесь этого наоборот как-то пока ждете условно говоря вспоминаете прошлое давайте так скажем чтобы ну много же людей смотрят вот такая вот у нас была с вами вторая позиция так я уже говорила если карт не хватит возьму другую колоду не принципе да достаточно и мы с вами переходим к последней позиции номер три голубенькому камешком троечка на с вами будет 7 вопросов мы с вами их рассмотрим так моя свечка после какого-то времени перестает о потухла прикольно ладно потухла потухла чего нам друг потухла не знаю нет зажечь ее не смогу смогла отлично да будет света сказали мы троечка и так первая позиция ваша защита что вас защищает на момент сейчас именно сегодня не завтра не вчера не через месяц сейчас завтра можете измениться ваша защита если мы говорим о защите непосредственно энергетической у вас очень хорошая защита прям очень сильная очень такая знаете вот наполненная да хорошая хорошая напрямую то энергетическое состояние у вас хорошая в отличие от предыдущих двух касательно защиты если мы говорим не о защите а говорим что вас защищает сейчас вас защищает семья вас защищает ваше внутреннее состояние энергетическое состояние вы наполнены ваше ощущение радости ваше ощущение знаете достижение чего-то до совершение чего-то наполнение удовольствие полные чаши до полные чаши сейчас посмотрела я обратил внимание что это не десятка кубков а шестерки интересно но в любом случае то что я сказала но уже имеет место быть какое-то знаете воспоминания именно из прошлого но она такой знаете светлая она такое чистое она доброе открытое вот ваша сила если мы говорим о силе она именно в этом в доверии и в доброте доброте душевной умение помогать другим людям в умение понимать других людей вы человек которого знаете очень часто причиняли боль и даже в те моменты когда вы находитесь каком-то вот безвыходном положении до ваша помощь приходит оттуда откуда вы ее не ждете причем даже от тех людей от которых вы не ждете вот вас вот эта вот доброта она защищает от каких-то нападок в вашу сторону каких-то хитростей до каких-то обманов вот ваша защита именно здесь знаете здесь не то чтобы наивность как будто вы знаете вот оберегает то что он вот вы не хотите допустим верить до в какой-то негатив то во что-то неприятное и вот из-за того что вы не хотите в это верить это вас и защищает от не очень хороших таких моментов но на вас идут какие-то нападки да то есть на вас периодически люди как-то хотят вас знаете как будто бы ощущение что они не верят вашей чистоте душевной и они хотят как будто бы вывести вас на чистую воду постоянно провоцирует на что-то да и смотрят на вашу реакцию как будто ждут вашей оплошности как будто бы ждут вашей чтобы вы отступились чтобы показать что вот кто то есть на самом деле не тот который ты нам себя показывал вот ваша защита вот в этом находится а вы на самом деле ваша защита в понимании именно того как устроен мир знаете здесь о чем о том что каждый выполняет свою роль то есть допустим если вы смотрите на человека который там но как-то вас может быть обижает до оскорбляет нападает на вас вы понимаете что она у него есть какая-то да свою роль которую он проигрывает сейчас вы относитесь к нему непосредственно как к роли обучающий и более мягко да как-то вот более спокойно что ли уверенно в себе относитесь а ладно понятно да с тобой почему ты так себя ведешь вот и это удивляет человека почему потому что он не может вывести вас на какие-то эмоции он не может вывести вас на какую-то вот реакцию не понимает вас знаете еще на здесь посмотрю в чем ваша защита вы вот эти вот знаете вот эти вот нападки которые бывают на вас и в чем словесные вы разрушаете каким образом вы как будто бы показываете человеку вот ваша защита вам кто-то скажет а вы говорите это не я это ты меня так воспринимаешь это твое восприятие то есть допустим в отдалит негатив вы говорите либо напрямую либо себе либо этому человеку что это не моё если ты это сказал ты это видишь значит этим наполнен это твое и вот как будто бы знаете происходит вот это вот разрушение человек шоке да и это как-то вот вы умеете рушить и одновременно строить вот вы и строитель и разрушитель причем вы словом именно так скажете да вот это вот ваша именно защита она словесная вы так можете сказать человеку да что вы его можете как говорится с ножом пришел от ножа и ушел умерли как там выражение вот здесь вот про это то есть человек который приходит с вам вам не с чистым не добрым сердцем он как говорится и от ножа уходит вы ему возвращаете это на ваша защита в том что вы являетесь победителем до что вы нашли в себе вот это вот равновесие какое-то да вот уверенность в себе и вот от этой ну как говорим выражение свалил на повал то есть вот именно своей уверенностью вот то как вы себя презентуете то как вы ведете себя то как вы идете по жизни вот люди смотрят на вас и они в недоумении то есть откуда это все да откуда вот эта вот уверенность откуда вот это вот сила внутренняя она у вас от того что вы очень близки к тому чтобы научиться управлять своими эмоциями да и из-за того что вы очень чувствительный эмпатичный человек из-за того что вы мягкий иногда вы даже не знаете как будто бы вы прорицательны и можете предсказать действие другого человека этим самым постелить себе солому чтобы не поранится да здесь вот ваша сила именно в умение чувствовать его в умение любить его менее понимать в умение ощущать других людей это дает вам какое-то вот преимущество да перед другими людьми и вы от этого чувствуете себя спокойны и поэтому люди не понимают почему они не могут вывести вас на эмоции здесь вот какая-то знаете вот вы четко распознаете что с на тех людей которые хотят на вас как будто бы напасть неважно словесно энергетически неважно вы их распознаете и вы как-то и показываете их же модель поведения по отношению к вам и они как будто бы в шоке и это является вашей защитой на но если мы говорим об энергетической защите сейчас она у вас хорошие так а следующий вопрос то что вы оставляете позади знаете какой-то вот романтизм на какое-то свое душевное такое мягкое спокойное состояние знаете вот вы были сейчас выпала десятка они очень оказывается похоже и не обращала внимание на это да сейчас обратил внимание шестерка кубков и десятка кубков этой колоде вы прям посмотреть на вот это вот шестерка кубков а этого десятка кубков посмотреть они похожи только здесь добавляется там мужчина здесь нет прям как-то вот интересно сейчас вот обратила внимание на это прям очень очень похоже ваше душевное равновесие какое-то вы оставляете позади знаете вот какая-то вот наполненность спокойствие на когда вам было хорошо вот вы были в семье вот здесь что-то такое что вы оставляете знаете то когда вы решали какую-то сложную ситуацию что-то там распутывали находили нашли какое-то вот решение своей задачи которая ситуация была запутанная вот вы нашли решение и это вызвало вас удовольствие что ли это мы прям порадовались на как будто знаете вот преодолели в себе что-то решили какую-то задачу вы себя как будто бы зауважали да здесь это связано знаете это не с какой-то конкретной ситуации а здесь это связано с ваше состояние души может быть знаете кто-то из вас долгое время думал а в чем мое предназначение и очень долго искал ответ на этот вопрос а потом вы как будто смогли найти решение вам пришла информация и вы вот этого знаете получили удовольствие наконец-таки я услышал ответ и теперь я могу двигаться в этом направлении и вот вы идете как будто бы по зову своей души да вот у вас есть путеводная звезда и вы от этого получили удовольствие то есть наконец-таки я могу слушать себя знаете вот как будто бы я встал на свой путь и вот это вот именно вот этот весь процесс вы оставляете позади вы как будто бы свою душу изучали взаимодействовали я не знаю кто-то здесь контактировал может быть да и вот пришли именно кто-то работал со своими теневыми сторонами да и вот вы как будто бы пришли к пониманию что есть тень что есть свет и кто я вообще в этой во всей истории и как-то знаете какая-то вот надежда что ли у вас возродилась мечта желание вот вы определились со своим путем вы как будто бы здесь поняли свою внутреннюю красоту да что есть прелестей в ночи ночью своя прелесть днем своя прелесть и нельзя сравнивать одно другое то что это абсолютно не сравним ну несравнимое когда это может казаться что это та андагонисты до противоположность допустим день и ночь но прелесть которая есть ночью у нее нету той прелести которая есть днем и наоборот если это как будто бы разные хоть они одновременно и достаточно может быть схожи вот у вас как-то вот это вот понимание она осталась позади вот вы как будто бы решили какую-то задачу для себя она вас очень долгое время как-то мучила вы не могли определиться со своим путем и вот что-то произошло такое что дало вам пролило свет на эту ситуацию и вы это уже оставляете позади поэтому она у нас осталась и позади и поэтому сейчас а вот как раз вот ощущение того что вы нашли свое предназначение и встали на этот путь до понимание себя понимание своей жизни и поэтому вы и ощущаете себя сейчас на это ваша сила это ваша защита что вы можете отражать людям почему потому что вы со своими теневыми аспектами уже знакомы и вы их видите в других людях и вы можете этого свечивать вы можете показывать и тем самым вы защищаетесь то есть вот понимание себя а вы себя как будто бы вот нашли вот что-то себе такое нашли открыли раскрыли это дает вам преимущество перед другими людьми и дает вам эту защиту силу хорошо то что а вы забыли но это имеет влияние на вас то что вы забыли знаете вот момент именно уединения вот то что вот как раз таки было да вот в этот момент когда вы искали путь и вы нашли его в себе вы этот процесс уже самого поиска вы как будто бы забыли но те мысли тем инсайты которые у вас были они влияют на вас сейчас то есть вот в момент поиска с кем вы сталкивались с кем встречались какими людьми разговаривали какие книги читали информацию какую получали фильмы какие смотрели это все как будто бы отложилось внутри вас и сейчас постепенно имеет влияние на вас каком контексте что-то у вас происходит жизни и вам как будто бы всплывает какая-то фраза либо какой-то фрагмент и вы а я уже забыла а вот тогда я читала вот эту вот информацию а сейчас я ее понимаю вот здесь вот ощущение того что сейчас до вас доходит то что когда-то два вам было непонятно но сейчас вы созрели эта информация она вам уже становится понятной да именно а вот то эту работу которую вы проводили именно по отшельнику тот выбор который вы совершали по отшельнику каким путем пойти что оставить что я хочу для своей души что есть вот те вопросы которые вы задавали когда-то для себя вы их уже забыли но сейчас они могут быть знаете как-то либо всплывать либо может быть какая-то ситуация и вам кажется странным то есть я ее тогда хотел а она у меня сейчас появилась интересно для чего то есть влияние все равно продолжается быть но имеет место быть да вот эти вот понимание они дают вам гадать какую-то опору вот то что было тогда сейчас вам вы опираетесь то есть вы кого-то вы получили какой-то опыт какие-то знания и на них вы сейчас опираетесь и это дает вам вот эту вот силу понимаете это дает вам порождает какие-то идеи это дает вам желание как-то двигаться по жизни на рождает какие-то амбиции у вас появляется желание знаете то по что вы зависали когда-то в свое время то что приносило вам удовольствие я здесь может быть прям вот изучение чего-то может быть вы вовлекались какой-то процесс и вы уже сейчас уже этим не занимаетесь но она как будто бы сформировала вас как личность вот здесь про это хорошо то за что вы чувствуете вину за то что вы иногда впадаете в размышления фантазии в иллюзии за то что вы иногда при украшаете за то что вы такая знаете человек фантазер да человек мечтательный человек который ищет знаете вот то душу но именно в каких-то вот таких духовных состояниях что ли может быть иногда вам хочется много времени допустим проводите за чтением какой-то книги дай вас могут ну бывает такое чувство ины что вот здесь есть дела мне хочется почитать мне хочется побыть собой мне хочется помечтать хочется улететь куда-то там не знаю может кто-то хочет здесь попрактиковать да выйти в астрал а надо вот все-таки проживать в селе то есть нет времени как на вот заняться этим и вот иногда у вас есть вот этого чувства вины чувство вины за то что вы как будто бы не можете здесь знаете разродиться и и ощутить себя здесь либо вот вы чувствуете иногда знаете как-то вот при украшаете себя как бы так сказать вот здесь вот иллюзия идет по поводу именно женского такого архетипа и у вас есть чувство вины за это что вот вам хотелось бы быть вот такой и на этом идеальный в одежде там одеваться как-то иначе а вот ваша бытовая жизнь заставляет вас допустим ходить там я не знаю спортивной форме а вам хотелось бы одеть там костюмы либо какое-то вечернее платье да и все такое вот вы себе будет вы фантазируете и у вас чувство вины появляется за то что вы как будто бы тратите время что не это нереально ну то есть это невозможно у меня жизнь другая да а я сижу и теряю время вот на это но именно вот эти вот ваши фантазии мечты именно какой бы вы хотели стать насколько здесь вы знаете вот именно реализовывать свои желания может быть и вы мечтаете и вы чувствуете ну вот вину за то что к блин к я фантазерка да то есть не сколько лет а я все равно фантазирую на самом деле это имеет влияние на вас в каком контексте это вас ведет ваше желание они вас мотивирует они вас зажигают они вас двигают медленно но они двигают именно вас к тому кем вы хотите стать то есть через вот это вот ваши воображение да вы можете представлять себя кем вы хотите быть либо кем вы не хотите быть до что нужно избегать либо то что нужно себе сотворять но чувство вины что вот я не смогла стать той кем я хотела, либо той, кем я могла бы быть. Вот здесь вы чувствуете из-за того, что я вот где-то фантазирую, где-то не смотрю на реальность. У кого-то здесь могут быть проверки, знаете, искушения именно на изобилие, на то, когда у меня есть много денег, да, либо, знаете, здесь может быть, что я трачу на себя много денег, да, а надо было, допустим, там, на детей, там, на брата свата и так далее. Иногда вот у вас появляется вот это, я много трачу денег, например, там, я не знаю, на свою одежду, либо я шопоголик, вот мне это не надо, но вот мне приглянулась вот эта вот безделушка, да, она просто красивая, да, либо я как сорока, все, что блестит, я вижу, я хочу это купить, вот, и я понимаю, что меня это искушает проверять, но я не могу избавиться от этого. Иногда у вас чувство вины за это есть. Вот все, что связано, знаете, женскими вещами. У кого-то, может быть, здесь искушение перед, знаете, такой страстью, перед плотскими удовольствиями, да, может быть, искушение за секс, и вот есть вот эта вот вина, что, блин, что со мной не так, потому что я хочу много секса, мне нравится, я от этого получаю удовольствие, а у вас может всплывать чувство вины, что, ну, не может, есть какие-то там предубеждения, не может, допустим, женщина в семье хотеть так часто секс, да, либо там получать удовольствие, вот что-то, здесь какие-то искушения идут по характеристикам императрицы. У меня был ролик об этом, да, как выйти в состояние императрицы в рубрике «Отаро простым языком». Я там рассказывала, какие свойства, да, какие качества у нас относятся к императрице. Вот посмотрите, чтобы много не перечислять. Здесь может быть чувство вины и страх из-за своих детей, да, здесь тоже может быть. За верность, за преданность. Также может быть какие-то фобии, что у меня никогда, причем здесь беременная женщина, да, нарисована в эпическом «Отаро», что вот, ну, я не смогу, например, иметь детей, либо страхи придуманные. Так, я продолжаю, видео прервалось, я тут рассказываю, понимаете ли, а у меня уже давно-давно остановилось видео. Так, я говорила о том, что здесь могут быть страхи непосредственно связаны с тем, что у вас может быть и не быть детей, да, либо переживания по поводу детей, либо кто-то уже беременный сейчас, да, и думает о родах, и очень сильно переживает. В общем, любые искушения, да, которые у нас идут по императрице. Вот, здесь много чего может быть на самом деле. Хорошо, идем дальше. То, что мы не можем избежать. То, что мы не можем избежать. В данном случае здесь у нас это связано как-то либо с внутренней конкуренцией, да, либо это связано как-то с коммуникацией, да, какое-то вот общение, которое вы не можете избежать. Здесь, знаете, слова других людей, они вас каким-то образом ранят. Да, я говорила о том, что вы можете защищаться, но здесь, возможно, всплывет какая-то правда, да, либо какой-то... То, что вы хотели что-то знать долгое время, и вы это узнаете, вам от этого, то есть, ну, вам люди либо говорят, либо вы узнали что-то. Нет, если мы про будущее, да, то, что вы не можете избежать в будущем. И это причинит как-то вот вам боли, вы потом дальше будете думать, а как я теперь с этой информацией буду жить, да, вот что мне теперь с этим делать. Вот здесь как-то не очень-то приятные ощущения, да, и вы потом будете дальше находиться в выборе. Может быть, вы ждали какой-то договор, может быть, вы ждали какое-то заключение сделки, да, и узнали о том, что, ну, вы не подходите, допустим, на эту должность, либо что-то здесь связано как-то с конкуренцией. Вот вы что-то узнаете, неприятная здесь какая-то информация, и дальше вы будете думать, а как себя вести, а что мне делать дальше. И будете находиться в принятии какого-то решения, но здесь нужно, вы знаете, одновременно придумать какое-то мудрое решение, и с другой стороны не прозевать свое время. Потому что в размышлениях, чтобы не ошибиться, чтобы правильно, не знаю, может быть, кому-то что-то ответить, может быть, что-то сказать, может быть, что-то сделать, вы можете успустить свой шанс. Но здесь вопрос вот именно как-то связан, мне кажется, с конкуренцией, может быть, здесь даже с работой это будет связано. Может быть, общение, да, может быть, с каким-то одним конкретным человеком. Что вам не избежать? И вот это вот на самом деле, вот эта ситуация, да, она дана вам будет именно как урок для того, чтобы вы научились. То есть, если мы не говорим о одной ситуации, а вообще коммуникация для вас, она достаточно болезненная, да, я не говорю о с теми людьми, с которыми вы знакомы, а вообще, вот знаете, вот видите, например, публичные выступления с незнакомыми людьми, да, либо в каких-то вот государственных учреждениях, вам надо часто ходить, и вот это вызывает у вас дискомфорт. То есть здесь любая коммуникация вне вашего круга комфорта, она приносит вам какие-то неприятные, какой-то осадок, вот, и вы не знаете, как себя вести. И задача здесь этой ситуации показать вам научиться общаться с людьми на понятном им языке. Дело в том, что люди вас не понимают, и вы в силу того, что у вас есть чувство вины, да, вот за эти вот всевозможные фантазии, вы фантазер по своей натуре, вы додумываете, вы допридумываете, дофантазируете, вы видите то, чего нет на самом деле. Это вам усложняет задачу вашей коммуникации. Вам нужно научиться разговаривать с людьми на понятном языке, на их языке. То есть не видеть везде подвох, не видеть везде какие-то трудности, какие-то сложности. Как можно чаще уточнять, пояснять, давать вопросы, спрашивать. То есть коммуникация это ваше уязвимое место, да, это вот ваша сложность. И урок здесь как раз-таки он дается вам для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно так, как вы чувствуете, например, с эмоциями, ощущениями, знаниями, чтобы вы были такой же уверены именно и в коммуникации с людьми, чтобы вы не дорисовывали себе, не придумывали. То есть вот здесь вот эти вот фантазии, если мы говорим о творческой составляющей, то она идет в пользу, когда надо фантазировать, воображать, что-то придумывать, в практиках, когда нужно уметь держать концентрацию, фокус внимания, вот это воображение, оно здесь идет на пользу. А когда мы говорим про коммуникацию, у нас не идет на пользу, потому что мы себе придумываем того, чего нет. Здесь у вас сложность в принятии решения, потому что если решение, оно говорит о том, что мне надо подписать этот договор, но у меня есть страх, что я не смогу объяснить, я не смогу рассказать, я не смогу донести информацию, то лучше я, не, не, я туда не пойду, и я отказываюсь, и вы лишаете себе возможности. Почему? Потому что боитесь, чтобы вас не ранили, а вас ранят просто потому, что вы не владеете информацией реалистичной, а вы какую-то часть, то есть вот знаете, слабо ахиллесово питал у вас здесь связано с тем, что вы двойственность, вы понимаете людей, если, допустим, вы психолог, к примеру, вы можете понять людей, когда они приходят к вам на консультацию, вы можете им дать прекраснейший ответ и решить их задачу. Стоит вам самим, как прекрасному психологу, пойти в какую-то государственную службу и там договориться, я там не знаю, с полицией, с кем-то, с чиновниками, вот вам это сложно. И казалось бы, что это вот, ну, не совсем понятно. Вот в своей стезе, в своей профессии там коммуникация для вас, это вот вы как рыба в воде, а то, что это с другими как-то, здесь у вас не складывается коммуникация. Вам непонятны люди, вам непонятны их мотивы, поступки. и вместо того, чтобы поговорить, вы решаете за другого человека, понимаете? Здесь вот такая вот у вас проблема. И это ваш урок. То, что вы не сможете убежать, избежать, это ваш кармический урок. Это вам нужно именно на, ну, как следующий этап становления вас. Вот то, что вы прошли, это все прекрасно, это все здорово, вот следующий этап, он будет направлен на коммуникацию. Потому что, если вы не научитесь разговаривать с людьми, именно разговаривать, именно интересоваться, не в контексте того, что, а, как это, фольклор бы сейчас у меня пошел на, вот, ну, типа, отвянь от меня, да? Вот, не так разговаривать, действительно интересоваться, если вам это интересно, если не интересен человек, то не создавайте вот эту вот иллюзию, что ты мне интересен, и я хочу с тобой разговаривать. Лучше честно скажите, нет, я не хочу с тобой разговаривать, и все. Но вот здесь вот это вот, кармический урок здесь вот вам будет приходить люди знаете такие очень из вашего прошлого не нынешнего может быть прошлых воплощения с которыми вы уже общались вот и они вернутся снова вот вернувся снова для проработки здесь вопрос знаете вот если вы сможете с ними договориться может даже это и прошлая люди бывшей если вы сможете с ними договориться если вы сможете увидеть реальность не иллюзию который вы придумывали не идеализировать либо потому что когда идеализируете вы не видеть минусы этого человека и когда все-таки они всплывают вы удивляетесь вам некомфортно то есть вам легче придумывать о человеке чем видеть его настоящим таким как он есть сейчас не будем разбираться с чем это связано но вот это вот ваш следующий этап то есть вам сейчас буду даваться тогда давать кармических людей это ваши этапы завершения цикла в вашем развитии этого вам не избежать то что вы знаете либо то что вам нужно знать сейчас на данный момент вот общение понимаете общение уже такая дружеская тройка кубка выпало до общение легкая приятная какие-то бонусы от проделанной работы что вам нужно знать вам нужно знать куда вы сейчас идете на что вы нацелены вам нужно знать о том что должно прийти некое такое примирение вот десятка мечей в эпическом таро она очень интересная она говорит о том что день завершён и каждый человек должен высказать свою точку зрения для того чтобы пришло примирение до для того чтобы мы смогли договориться выдохнуть и послушать друг друга и найти какое-то решение то есть перестать обижаться перестать как-то огорчаться и здесь вот ощущение того что на то что вы должны знать либо вы уже об этом знаете что сейчас будет такой знаете вот период именно примирение поэтому кому будут приходить вот эти вот люди либо вы должны будете с ними помириться не в контексте того чтобы продолжить с ними дальше путь а вот знаете это просто как высвобождение то есть человек приходит вам вернуть вам вашу какую-то частичку себя так эту которую вы вкладывали в этого человека до чтобы как-то вот собрать свои силы и идти дальше но здесь у примирения должно быть интересно на примирение вот любовь причем знаете либо еще расскажу либо здесь по-моему либо отношении иду что-то такое либо вы примиряетесь сами собой вот здесь дайте здесь колесо фортуны она как-то закручивается именно в положительную сторону то есть вашей жизни начинается белая полоса и это белая полоса связана либо с любовью новыми отношениями либо наполнение себя наполнение себя и примирение вот знаете иногда есть вот это вот чувство одиночества я чувство невостребованности чувство непонимания что меня никто не понимает я никому не нужен и так далее так далее вот здесь вот как будто вы знаете вот не исцеление а именно примирение вы как-то вот с собой договоритесь вот с этими частями и вы когда вот это вот произойдет у вас появится какая-то цель до направления движения туда куда вы должны будете идти но сейчас еще не время еще знаете карты говорят о том что вот ты уже сделал все что ты должен был сделать да если мы исключим вот это вот общение коммуникации все что нужно было сделать все уже сделал отдохни и время само время само тебе покажут то есть ты пока отдыхай пока ты хай набирайся сил и ждет себя новый какой-то вот этап твоей жизни на построение себя но вот именно вот эти вот иллюзии то что вы чувствуете вину да а вы как раз и через коммуникацию научитесь высвечивать вот эту вот иллюзию проработаете свои какие-то иллюзии и уже помогу будете строить реальность не иллюзию потому что вы уже научились это то есть следующий следующий этап из того что вы находитесь сейчас это урок коммуникации потом второй этап это будет именно понимание себя примирение себя там любовь и второй этап и третий этап это построение своей новой жизни да то есть я не говорю что это будет очень продолжительного времени это может быть и одновременно но но вот такие вот этапы вы будете проходить об этом вы должны знать и последнее то что мы ожидаем но прекрасная карта звезды что мы ожидаем мы надеемся мы надеемся мы верим мы идем за своей путеводной звездой мы не знаем мы не знаем куда нас это все выведет но мы в доверие да мы в доверие с вместе с высшими силами мы доверяем своей знаете вот своему зову до своей души и вот здесь вот как то вот прям такое ощущение что вы наладили связь с высшими силами у кого она была прервана вот и вы уже достаточно уверены идете да вы идете главное не обгореть и вы идете в построение себя абсолютно нового почему я сказал главное не обгореть и потому что вы вот эти вот как ребенок которого долгое время держали дома потом выпустили на площадке он не знает куда и на эти качельки хочет и на это и это и не знает что выбрать и все хочет и прям вот это вот желание да но вот постоянно растет и это 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 все хочу вот и ну вот можете выгореть да вот как-то вот перегореть что ли то есть есть какие-то рамки не торопитесь на поступательно чтобы не было присущения вот здесь вот вопрос об этом да и сразу выпадает солнце и кар и солнце представляете две карты рядом выпали на и кар который не послушался своих предрассережения своего отца взлетел слишком высоко и воск растаял вот в лучах солнца горящего и он упал в море вот и утонул вот здесь вот про это то что вы ожидаете золотая середина золотая середина вам нужна да вы взлетите вы взлетите главное не выгореть да то есть такое ощущение что-то вы высвободитесь от чего-то вот и на своем пути но перед не переоцените свои силы свои возможности вот так скажу давайте я еще две карты вы уже не знаю просто так ни о чем я имею ввиду то что ну да вот потенциал у нас вышел потенциал импульс желание действия вот и карты говорят о том что смотрите не выгорите смотрите не станьте рабом своих собственных желаний да просто больше наслаждайтесь здесь вопрос золотой середины у нас встает десятка жезлов она говорит в эпическом таро о том что у каждого героя есть своя роль вы в конечном итоге поймете в чем заключается роль каждого человека и сможете дальнейшем самостоятельно писать свою собственную книгу свой собственный роман да когда вы поймете как все устроено для этого понимания вы должны быть золотой середине почему в золотой середине потому что миф и кара он говорит о том что запрет был не только на том что нельзя взлетать высоко близко к солнцу потому что могут обгореть крылья либо воск растает и произойдет то что произошло но и низко над морем тоже не нужно было летать почему потому что перья могли прикоснуться к воде и обмокнуть да и тем самым не способствовали бы падению то есть не низко то есть не занижай свою самооценку и не бери на себя больше чем ты можешь можешь унести да можешь сделать то есть как раз к вот здесь вот золотая середина нужно будет и тогда ты сможешь творить свой мир вот об этом нужно знать да и ожидать вот этого своего собственного творения так вот такая вот у нас была и третья позиция расклад вообще я даже не знаю сколько вам по времени у меня там вышел очень-очень-очень большой ну вот такое вот у меня бывает а когда с перерывами потом хочется рассказать без рамок и без границ я вас благодарю за внимание я благодарю вас за обратную связь за то что вы смотрите то что остаетесь со мной не забывайте в рубрику а тару простым языком не задавайте свои вопросы я с вами обращаюсь пока пока